Почему, я так понимаю, что у тебя мало единомышленников в этой позиции, в этом твоём кейсе, и а что говорят вот юристы, которые работают на передовой правозащитной деятельности, известные какие-нибудь правозащитники, они тебя поддерживают? Ну, пока никто не поддерживает. Почему? Ну, надо спросить, наверное, у них, у меня только есть некоторые предположения, возможно, они заинтересованы в сохранении такого состояния вещей, как сейчас, статуса хво, от которого они, возможно, получают какую-то выгоду. Да, к ним поступают потоки жалоб, они их решают, хвастается, что у нас там тысячи решённых дел, но причину этих дел самих, саму причину они никак не устраняют, т.е. ведут успешное симптоматическое лечение, но сама болезнь остаётся и продолжает им приносить их бонусы, там, о доходы, политические дивиденды, известность какую-то. Александр, в преддверии предстоящих так называемых выборов. Мы разделяемся, мы, активные граждане, разделяемся на бойкотчиков и активных участников выборной вакханалии. Разъясни нам, что же лучше, бойкот либо активная всё-таки позиция, что главное в этом процессе? Ну, прежде всего, бойкот, он, в общем-то, совершенно неэффективен. Сколько я не задавал вопросов сторонникам бойкота, что, допустим, не пришли граждане на участки. Ну, все вот не пришли. Да. Ну, кто видел, если никто не был на участке, кто видел, что они пусты? Кто может уверенно сказать, что всё время они были пусты? Будут наши наблюдатели, но не на всех же участках, да? Опять-таки, не на всех участках. Да. Опять-таки, ну, по моему опыту наблюдения, наблюдатель у нас, вот один независимый наблюдатель противостоит около десяти БРСМовским наблюдателям, да, если он говорит, что людей не было, эти десять БРСМовских наблюдателей нет были, вы просто их не видели или недобросовестно посчитали. А мы вот всю тетрадку исписали уже, вот столько было, столько приходило. И что вы на этот аргумент ответите? Вы один, против вас десять. Потом Ермошина в конце выборов заявит опять, что пришли 90%, из них проголосовали 85% опять за Лукашенко. какими аргументами вы эти ее слова опровергните? Тем, что я не был? Ну, ты не был, ты один не был, а 90% было. Для этого 10% будет вот этой вот разбежке дано. Ну, вы, значит, один из тех 10%, которые не пришли. Байкотировали. Да, вы бойкотировали, а 90% пришли, вы их не видели, потому что вы не приходили. Вот противоративность этого подхода, она говорит о том, что бойкот будет безрезультатен. Хорошо. А что нужно делать? Как правильно? Как мы уже говорили, что наблюдателей у нас мало. Один против десяти. Нужно, чтобы было больше наблюдателей. Ни одна битва не могла быть выиграна в одиночку против десяти противников. Ну, это редкий случай был там при фермопилах в узком проходе, и то там 300 человек все-таки против, 300 противостояли там в какой-то армаде, потому что проход был узкий. При обычных обстоятельствах, конечно, должен быть перевес численности. БРСМ почему-то находит 10 наблюдателей. Ну, потому что она может заставить. Ну, да, они заставляют, они там им оплачивают это время. Да, у нас же общество несознательное, заставить несознательных БРСМовцев легче, чем заставить несознательных граждан, вернее, не заставить, а ждать, пока несознательные граждане правее осознательности. Всегда 10 организованных граждан будут командовать тысячей неорганизованных и несознательных. Вот, да. Что мы сейчас и имеем. Да, они организованные, мы – нет. Что нужно для того, чтобы мы переломили ситуацию с этими выборами, исключили все эти фальсификации? Мы должны быть организованными, у нас должно быть больше. А чтобы мы могли быть организованы, мы должны понимать реальность происходящего. То есть, мы должны понимать, что власть захвачена неконституционным путём, что мы должны все быть информированы о том, что нас дурачит. То есть, причём мы должны с уверенностью это понимать. То есть, не так, что я понимаю, но как только начнут меня спрашивать, то я сразу же скажу, что… Это не теория, это реальность. Это вот так, как и есть, согласно 65-й статье Конституции, да? Да. По выборам, которые проходят открыто и гласно. Все объективные обстоятельства и статьи законодательства говорят о том, ну, если вы будете наблюдателем, ну, если вас будет мало, то вы столкнётесь с тем, что вам прямо в глаза будут говорить ложь. Да, вам прямо в глаза будут говорить, что здесь были 10 человек, а вы их не видели. Я напомню наш случай по выборам в 2015 году. У нас на участке во второй школе за одну только Короткевич проголосовало 228, либо 226 человек. А уже по информации ЦИК у нас по всему району только за неё 96 проголосовали, либо 90 с чем-то. И вот наглая ложь абсолютная, безнаказанная. Если вы увидите, как нагло лгут, так нагло врать в глаза могут закоренелые уголовники и бандиты, тогда вы с уверенностью будете понимать, что власть захвачена игом бандитов и будете к ним относиться соответственно. Если вы будете на участке не один, вы будете понимать, что вы не один так думаете, вы не один это понимаете, что так понимают по крайней мере там 10-20 человек. Сколько? Если у вас будет намного больше, тогда вы сможете навязать им своё представление о реальности. здесь было 10 человек, значит здесь было 10 и не говорите, что было 50. Но опять-таки всё зависит от активного гражданского общества, образованного. У нас люди не хотят брать на себя такую ответственность, им проще подчиниться. Ну вот я по себе знаю, они меня ушантажировали, отдать им этот штраф. Ну тут нужно нарабатывать опыт. Нужно нарабатывать опыт и иметь твёрдый железобетонный стержень такой, понимать. Когда я занимался в прошлом многоборьем, то в многоборье обычно, как говорят, чтобы бегать – нужно бегать, чтобы плавать – нужно плавать, чтобы стрелять – нужно стрелять. Чтобы уменять – нужно. Да, нужно практиковать. То есть нужно практиковать выборы, нарабатывать ваш опыт, наблюдение за ними, выявление нарушений. И вы будете понимать, как эти нарушения потом влияют на всю жизнь после выборов. На качество нашей жизни. Да, потому что после этого этот человек, который был назначен благодаря этим нарушениям, начнёт принимать законы, удобные тем людям, которые его назначали. Да. Если вы хотите, чтобы принимались, а лучше отменялись, законы, которые вам мешают жить, тогда вы должны стать теми людьми, которые решили, кто назначен депутатом или президентом. Да. А для этого вы должны исключить вмешательство вот этих избиркомов в выдачу результатов на всех уровнях желательно. Ты говоришь нам о какой-то фантастике. Мне кажется, это невозможно. Ну, я в разных странах жил, да. Многие даже считают меня иностранцем. Ну, я родился в Калинковичах, но после этого меня носило, в общем-то, по свету. Я жил и в Украине, в Германии, в Российской Федерации, ездил в командировки в разные страны. Поэтому в других странах это обычное дело. Как это может у нас быть фантастикой, это известно только нам. Да, и это как-то выученная беспромощность называется, да? Да. Ну, я вижу, что у нас выученная беспромощность – это явление, когда какая-то особь, животное или человек имеет возможность избежать какой-то неприятной ситуации, ну, или устранить неприятности, которые ей досаждают, но не пользуется ей. Потому что её обучили не сопротивляться этому. Да, и её обучили, что всё бесполезно. Да. И вот мы сидим на кухнях и «А-а-а, всё бесполезно!» Хай уже той Тихановский приди и решить наши проблемы. Вот сейчас вера всё в Тихановского. Надо верить в нас. Если мы заставим избиркомы, даже вот эти избиркомы, в которых нет все их люди, да, все люди Лукашенко там… Прикорыдники. Да, исполкомовские. Вот. Даже если они все в избиркомах, мы, будучи наблюдателями, мы вполне можем заставить их говорить. Если было десять человек, значит, было десять человек. Только захотеть надо. И не выдумывать, да, и не выдумывать, что их было там сто или сто пятьдесят. Только надо захотеть. У них, конечно же, когда за тебя подумают, например, какой-то лидер народный, он за тебя всё решит. Он за тебя и покушает. Он и за тебя и покушает, и всё, и все твои денежки, и за тебя законы придумает, и денежки твои заберёт. Я в том мультфильме про этого. Не хочу. В тридевятом царстве. А, да, двое из ларца. Двое из ларца, да, вы за меня и пальцы загибаете, потом они за него и покушали. Так что, друзья, учитесь, образовывайтесь, и спасибо Александру за такой интересный разговор, за такой интересный кейс. Мы будем пытаться его применять в этой нашей жизни, в этих наших реалиях. Мы будем консультироваться с тобой. Как же быть? Как будет реагировать система? Интересно. Помогайте нам, друзья. Также отправляйте запросы, защищайте себя. Пока. Всего доброго. До новых встреч. Вот это вот главное.